Мы в 2016 году выиграли, да, и, соответственно, вот это та история, которую вы сейчас только обсуждаете, а мы в неё ещё в 2016 году летели с самозанятыми, потому что я по специальности нейролингвист. А можно и тут? Ага. Апуль, сейчас, вончик. Вот. Я по специальности нейролингвист, и мы думали, ну вот мы придём, мы сейчас выиграем, и как бы нам дадут деньги, мы начнём всё развивать, да. А потом мы окунули в жестокую реальность и дошли до Роструда, до Минфина, до Минюста. И вот только на прошлой неделе мы получили письма о том, что самозанятые граждане могут быть конкурентами ООО и ИП, да. Вот. И, соответственно, мы теперь полноценно можем говорить о том, ребята, мы имеем право взять деньги, до 2018 года мы самая выгодная форма, потому что ни 6%, ни 13% мы не платим. А теперь я вам объясню, собственно, на что я предлагаю вам потратить деньги или вложить деньги, потому что речь пойдёт о социальных инвестициях. Более того, с Финамом мы отношения не разрываем, и будет здорово, если Сбербанк и Государственная Дума помогут, собственно, нам эти первые отношения для самозанятых отработать. Мы будем очень рады. Вот. Потому что я ещё у Сбербанка была в проекте «Особенный банк экспертом». И я знаю, что у Сбербанка не очень хорошо работает. А вы будете листать слайды? Да, да, да. Пожалуйста. А то время лимитировано. Ой, оно не работает. Оно работает. Да. Можно пульс? А куда? Ага. Вот. Соответственно, и вот сейчас рассказ о том, как мы выиграли. Вот такая была наша команда. У Нади папа был после инсульта, у моего дедушки был редчайшее заболевание, синдром Стилла Ричардшина-Ольшевского. И когда началась реформа здравоохранения, мы поняли, что надо что-то сделать. Соответственно, мы, как население, научились рассылать красивую инфографику и говорить о том, что старость – наше будущее, а не дети. Вот. Соответственно, мы доказали, и в этом году Собянин, и администрация города, в том числе, и благодаря нашим усилиям, выделили 3 миллиарда на пожилых впервые. Потому что мы долго доказывали, что не дети инвалиды, а пожилые люди, и особенно пожилые люди с инвалидностью – это ключевая проблема страны. И дальше плюс еще мы участвовали в различных программах. Все нам говорили, ну ладно, вы занимаетесь теми, кто уже болеет, а что же делать нам относительно здоровым, да? И вот, соответственно, мы стали задумываться о том, действительно, нужна же еще какая-то профилактика. И здесь я одену очки специально, потому что мой процесс старения начался совсем недавно. Соответственно, эти очки я сниму через несколько месяцев, потому что я знаю нейроофтальмолога. И проблема с глазами – это не только зрение, это проблема мышц. Соответственно, то, чем мы занимаемся, – это создание еще тренажеров для того, чтобы многие из нас, в том числе для глаз, могли видеть, и была бы какая-то профилактика на ранних этапах, да? Вот теперь история о том, где мы были все эти полтора года, выступали на конференции для слепоглухих, участвовали в стартапе компании МТС, ходили, думали, вдруг мы станем социальными предпринимателями, ходили в компанию Epson, говорили, ребята, дайте ваши технологии попробовать, общались с переводчиками для слепоглухих. То есть фактически мы обошли людей, которые занимаются вот этой социальной математикой в широком и в маленьком смысле. Дальше мы с городом стали договариваться о том, что, ребята, ну вот как бы это даже не вопрос денег, но все любые новые технологии нужно тестировать иначе. Нужно приходить к человеку, у которого есть проблема. То есть в том числе, например, мы узнали, как вызвать депутата Госдумы домой. Дело в том, что если человек сам прийти не может, то можно попросить секретаршу депутата написать письменный отказ. И, соответственно, тогда депутат приедет к вам домой. Это мы узнали, потому что у нас есть девочка с редким заболеванием, она не может выходить из дома, и нам нужно было, чтобы ее депутат приехал к ней домой и поговорил с ней. Это мы разработали систему о том, как мы будем узнавать какие-то новые данные. Почему? Я уверенно говорю, что мы одни из тех людей в стране, кто на данный момент знает о том, где мы живем, намного больше. Потому что мы помогли больше, чем 5000 человек в России. Мы сделали это бесплатно. Соответственно, в том числе мы сталкивались и со случаями, когда колл-центр Сбербанка не справляется с инвалидами или с пожилыми. Мы влезли в историю, как поменять законодательство. То есть мы изучили всю среду и всю жизнь, в которой мы живем. Я могу вам смело сказать, что первый опыт самозанятых граждан с организацией вышел этот буклет, он по социальной экономии. Это проект «Баба-деда», очень известный в России. И это вкладка по социальной грамотности, которую Центробанк России сейчас до конца 2018 года будет раздавать в 25 городах России. Авторские права остались за нами. Мы сделали это намеренно, потому что для нас очень важно, чтобы потом какая-то другая компания совершенно бесплатно взяла бы у нас эти данные и передала бы дальше и дальше. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы все, как мы, жили, как в Швейцарии. Соответственно, следующий момент. Вот как мы видим, как должны на самом деле идти работы со стартапами. Потому что мы сами прошли этот путь, и для того, чтобы не было лишних инвестиций, лишних закупок и лишних трат, очень важно делать такие вещи. И тут Сбербанк на самом деле был пионерским проектом. Вот этот проект, на который сосал Лава Особый банк, они впервые вместе со своими специалистами собрали одного парня. Он актер, он без рук, он круче, чем Вуйчич, потому что он живет в России. Они собрали слепоглухих, они собрали слепых, они собрали пожилых, ментальных инвалидов для того, чтобы сделать особый банк, Сбербанк удобным для всех. И, соответственно, проанализировав этот опыт, мы подумали, что все стартапы должны проходить такую модель на ценность у населения. Дальше про самозанятых граждан коротко. Это на данный момент некий потребитель, заказчик услуг и подрядчик в одном лице. Знаете, такой дракон о трех лицах, с которым никто пока не знает, что делать. В нашей ситуации, поскольку мы работаем с пожилыми инвалидами, вот это мы, вот это те маленькие такие люди, родственники инвалидов, которые в самой тяжелой ситуации. Потому что если инвалид получает пенсию, то родственник инвалида получает 1200 рублей в месяц без права работы. Поэтому самозанятость, она для нас важна. Вот, соответственно, вот здесь мы описали, где востребован такой человек, как мы. Он при любой форме помощи населению очень востребован, и у него есть еще нагрузка дома. То есть этот розовый человечек часто умирает раньше того, кому помогает. Это, к сожалению, наша проблема в нашей стране. И вот эта самозанятость, она как бы позволяет людям выходить из этой ситуации. Вот, соответственно, к чему мы пришли. Вот фотография справа, да, это практически новаторская фотография. Это министр социальной защиты города Москвы приехал в мой район по моему приглашению. Мы нашли друг друга в соцсетях. Почему она так важна? Потому что после этой встречи мы для нашего проекта смогли договориться о том, что будет пилот в юго-западном округе. И мы можем привлекать и вас, и население, и всех, потому что, наконец-то, город нас уж слышал, и маленький человек смог достучаться до министра. Дальше мы показываем здесь, что с компанией МТС мы пробовали проработать некий социальный телефон, куда каждый гражданин России мог бы прозвониться бесплатно 24 часа в сутки и получить социальную помощь, так же, как медицинскую или еще какую-то, потому что объемы информации, они огромные. В итоге вот это вылилось в такие тома, которые еще предстоит разрабатывать, потому что мы не будем повторять проект Центробанка, а мы придумали какую-то другую крутую штуку, многотомную. И вот так вот много-много картинок разноцветных. Это столько печатных изданий возьмет одна женщина, у которой в семье есть пожилой дедушка, папа-инвалид и ребенок. Потому что, опять же, если Сбербанк не знает, как привлечь… У нас там тайминг уже вышел. Прошу прощения, да. Прямо давно вышел тайминг уже. Да. Вот так выглядит наша налоговая декларация. А вот так, собственно, выглядит наш проект, если коротко. Вот. То есть… Что нужно-то в итоге? А? Что в итоге нужно? В итоге, что нам нужно для самого проекта? Поскольку мы привлекаем разных ребят-инвалидов, нам важно, чтобы было хорошо прописано законодательство. И в том числе в области информационных технологий. Потому что в нашей команде есть Саша. Он слепой программист. Он был там на спальзе, будет еще на одном, на последнем. Вот. Соответственно, вот он, Саша. Он уникальный. Потому что, когда вы думаете, что вы сделали сайт для слабовидящих, они его прочитают, но они с вами не могут коммуницировать. Саша может сделать такой сайт, который будет доступен слепым или слабовидящим. И в этом его уникальность. Но он инвалид первой группы третьей степени. Поэтому вот эта самозанятость, она для него важна. И здесь требуются ресурсы Государственной Думы. Следующий момент. У Сбербанка также могут быть предложения для нашего Саши. Потому что Саша знает, как слабовидящий программист, почему это не работает. Все, что есть у Сбербанка, не работает. И, соответственно, если Альфа-банк услышит нас первыми, то они выйдут на огромный рынок в 43 миллиона людей. И, соответственно, самое главное, что нам нужно, это возможность, чтобы какие-то компании брали нас в партнеры. То есть мы останемся людьми, но чтобы вы были нашими партнерами и могли нам помогать. То есть нам нужны и дизайнеры, и программисты. И это огромный труд для всей нашей страны. Потому что каждый из нас, так же, как я, однажды войдет в тот момент, который называется старение. Я тоже, кстати, стал плохо видеть в последнее время. Я могу вам помочь. Хорошо, спасибо. Это нужна тренировка мышц, да. Все, спасибо большое, Варвара.